Сегодня городские узкопрофильные специалисты принимают главных пациентов села Витязево детей. Только малышей до года было осмотрено около 50 человек. Основной поток и основная нагрузка на врачей приходится от детей раннего возраста. Именно поэтому сегодняшний день здоровья прежде всего ориентирован на детей грудного возраста. То есть от нуля и до 12 месяцев. Однако мы решили на этом не останавливаться. Конечно, мы всегда ждем и без очереди, и в любой день, и сегодняшний день тем более детей с серьезными патологиями на диспансерном учете и, конечно, детей инвалидов. Юлия переехала в Витязево из Красноярска совсем недавно. У нее особенный ребенок, который требует постоянного наблюдения врачей. Обычно на обход разных специалистов уходила от одного до нескольких дней. Сегодня всех необходимых врачей они прошли за 40 минут без талонов и длинных очередей. Данные условия очень порадовали. Во-первых, есть пандус, то есть заезд очень удобный, не скользкий, и угол наклона идеальный. То есть мы спокойно заехали, доступ в каждый кабинет мы получили очень легко, безбарьерная среда. На самом деле нереально в один день пройти всех специалистов и увидеть проблемы, которые есть или которые могут быть. Это очень важно, то есть показать ребенка специалистам, хотя бы для того, чтобы просто успокоиться, что все хорошо. Маленьких пациентов осмотрели офтальмолог, хирург, стоматолог и другие узкие специалисты. Кому необходимо, провели УЗИ и ЭКГ. Всего на приеме в эти выходные побывали около 70 маленьких жителей села Витязева. Практика проведения Дней здоровья на территории сельских округов действительно, она себя оправдывает, потому что мы снимаем нагрузку с городской поликлиники. Приезжают узкоспециализированные специалисты, которые могут дать консультацию, сделать какие-то необходимые процедуры на местах. Это последний день здоровья перед курортным сезоном. Следующие профилактические мероприятия пройдут осенью. Медики намерены продолжать практику выездных приемов до тех пор, пока это будет востребовано среди населения. Руслан Душевский. Анапа. Регион.